Мы работаем для наших жителей. С таких слов, не требующих каких-либо объяснений, глава Ленинского района Валерий Венцель открыл совещание. Под словом «мы» он четко определил каждого, кто присутствовал на встрече, темой которой стало выполнение программы «Мой подъезд» на территории района в нынешнем году. Провели некий такой широкими мазками социологический опрос. Так вот, по итогам встречи даже и с губернатором на прошлой неделе, мы, в принципе, по показателям, все, что связано с подъездами, на очень хороших позициях. Руководитель госжилинспекции Вадим Соков, который стал основным выступающим на совещании, попросил каждую управляющую компанию отчитаться о ходе реализации программы «Мой подъезд» в подведомственных им домах. Выработаем дорожную карту. Значит, к 1 сентября делаем 30%, к 70% уже и к концу. Конкуренция на рынке ЖКХ в данном случае, считает руководитель госжилинспекции, важная составляющая. Только тот, кто может обеспечить жителям комфорт и уют в их домах и подъездах, останутся в деле. А определить качество работы управляющих компаний несложно. Житель не лезет в подвал, житель не лезет на чердак. Если не капает, то он на кровлю не полезет. И от того, в каких он комфортных условиях живет, зависит его нормальное мироощущение. То есть, если подъезд чистый, покрашенная, входная группа нормальная, то человек идет с удовольствием на работу и с удовольствием возвращается домой. Вадим Соков призывал управляющей организации проводить работу с жителями по созданию советов домов. А председатель Ассоциации многоквартирных домов Людмила Лернер в своем выступлении отметила, что данная работа ведется и с их стороны. Сейчас у нас проводятся обучающие семинары все про ЖКХ раз в неделю, стабильно. Администрация нам помогает, выделяет помещения. Проезжали по поселениям, привлекаем управляющих компаний. Заместитель главы района Александр Усков вернулся к теме ремонта подъездов, отметив, что администрации Ленинского района установлены рабочие взаимоотношения с управляющими компаниями, участниками региональной программы «Мой подъезд». Управляющие компании сегодня подтвердили свои обязательства по выполнению 50-процентного объема, а это 232 подъезда в целом по району к 1 сентября и до 15 октября мы полностью завершим программу. Напоминаю, что всего объем финансирования по ремонту подъездов 130 миллионов рублей, из них 40 миллионов финансируется за счет местного и областного бюджета. Ну а далее Вадим Соков и его коллеги из госжилинспекции отправились по адресам, где ведется ремонт подъездов, чтобы увидеть, как расходуются деньги государственные и народные. Ведь часть работ оплачивают сами жители. На «Лемешко-16» ремонтируется входная группа. Так решили сами жильцы, которые, кстати, внимательно следят за ходом работ. Валентина Разумная живет в доме самого его заселения, то есть почти четверть века. Все, что происходит сейчас, ее радует. Мне нравится. Мне все нравится. Посмотреть, сейчас найдете, увидите. Красиво. Вошли и увидели. Правда, красиво. Работы еще не окончены, но изменения в лучшую сторону уже видны. На «Гаевского» 16 и 18 дома хоть и в три этажа всего, но ремонт не менее объемный. С заменой стеклопакетов, покраской стен – эти работы выполняет муниципальная управляющая компания ЖКХ. Вот тут тоже большое окно пластиковое тоже поставили. Светилики тоже, да, это диодные, да? Да, да, поставили. У нас это хватает. По окончании своеобразной экскурсии Вадим Соков резюмировал все увиденное. В поездке я остался доволен, потому что видно, что, так сказать, работа идет, так сказать, хоть и небольшой срок, администрация на месте, но, так сказать, уже большой задел сделан. Подвел итог и глава муниципалитета Валерий Венцель, отметив, что руководство района сделает все возможное, чтобы программа «Мой подъезд» в текущем году реализовалась на 100% и в срок. Мы выходим к 1 сентября на отметку 232 подъезда. Таким образом, мы уже большую часть подъездов этого года, которых мы должны до 1 октября сделать в размере 463, большую часть объема жилого фонда Ленинского муниципального района мы сделаем. И перейдем плавно в следующий год, который будет завершающий по этой программе. Ну а пока все подъезды не будут приняты администрацией района, а главной жильцами они будут находиться под пристальным вниманием власти и народного контроля.